О пандемии коронавируса мы поговорим сегодня с врачом-терапевтом Зауром Руджевым. Здравствуйте, Заур Мялем, как слышно? Здравствуйте, нормально слышно, спасибо за приглашение. Вам спасибо, что уделили время. Заур Мялем, такой первый вопрос. Велика ли вероятность стремительного распространения штамма омикрона в Азербайджане? Как мы можем наблюдать это на сегодняшний день в разных странах мира? Ну смотрите, естественно, контагиозность омикрона в Азербайджане будет ровно точно такой же, какой она была и в странах Африки, где это все началось, и в Америке, и в Европе. Мы знаем, что в Америке в день уже более миллиона человек каждый день определяется, появляется. Поэтому, да, скорее всего, он будет таким же контагиозным, как и в других странах, потому что мы, азербайджанцы, такие же люди, как и во всем мире. Заур Мялем, а вот сейчас у многих настало время введения бустерной дозы вакцины, то есть третьей дозы вакцины. Объясните, насколько важна эта третья прививка и какие последствия могут быть у тех людей, которые ее пропустят. Ну смотрите, мы все помним, что когда началась вакцинация, в Азербайджане наиболее доступной вакциной была китайская вакцина Коронавак от компании Синовак. Да. И когда у нас спрашивали, а какая вакцина лучше, потому что доступна была и Pfizer, и российская вакцина Спутник. И когда у нас спрашивали у врачей по всему миру, в том числе в Азербайджане, а какая вакцина лучше, мы однозначно отвечали, что лучше та, которую ты можешь сделать быстрее всего. И таким образом, так как наиболее доступна была китайская вакцина, большинство населения сделало именно ее. И после этого далеко не все сделали бустеры, хотя даже те, кто начинал год назад вакцинироваться. Почему? Потому что вакцинационный сертификат был бессрочный. Мы знаем уже из опыта, что китайская вакцина, она слабее Pfizer. И на сегодняшний день многие, кто был привит только двумя вакцинами Коронавака, естественно, их защита намного более снижена. У кого-то вообще уже нет антител, и мы надеемся на какие-то косвенные данные о клеточном иммунитете и так далее. Но, опять-таки говорю, это косвенные данные. И люди, которые не вакцинируются от Коронавака, не сделают пустерную дозу, особенно те, которые год назад еще привились, они подвергаются большому повисению не только заражения, но и тяжелого течения. Тем более, что мы видим даже самые сильные вакцины, самые эффективные в мире вакцины, западные вакцины, такие как Pfizer и другие, даже они защищают от омикронштамма немного слабее, чем от Delta. Скорее всего, люди, которые сейчас откажутся от бустера, но мы знаем, что отказаться уже не так легко со временем, но люди, которые попытаются отказаться от бустера, не сделают ее вовремя или не сделали ее вовремя, они подвергаются гораздо больше к риску. Во-первых, для самих себя заразиться, перенести тяжело, а во-вторых, они будут тем связующим звеном, который будет усложнять ситуацию нашу эпидемиологическую. А велика ли вероятность мутации штамма омикрона в Азербайджане в другие вирусы? Смотрите, мутации вообще все, это вообще нормальная часть жизни в биологических организмах, а у вирусов это всегда протекает очень быстро. Мы знаем, что до сих пор мутируют штаммы гепатита С, до сих пор мутируют грипп. Мутации для гриппа – это его совершенно, абсолютно нормальный, естественный ход в его жизни. Это его эволюция. А так как за короткий промежуток времени у вирусов, особенно если они чаще находят себя хозяином, в случае с коронавирусом человека, ну так вот, возникает очень много поколений из-за короткий промежуток времени, естественно, учащаются мутации. Поэтому даю, конечно, высока вероятность, что будут продолжаться мутации совершенно непредсказуемыми. Да, есть, мы об этом часто говорим, есть общий закон, такая общая тенденция, что последующие мутации бывают мягче, менее опасными для человека, они меньше убивают. Но это всего лишь тенденция, и чем больше новых штаммов, тем всегда риск есть, что какой-то будет неприятный сюрприз в этом штамме. Что какой-то будет опаснее боли. Да, такое тоже возможно, это нельзя исключать. Да, я еще раз говорю, есть общая тенденция, что выживают те штаммы, которые не убивают своего хозяина, и они быстрее распространяются. Но это тенденция, а не непреложный закон, к сожалению. Ну вот и хотелось бы, Зармалим, о профилактике поговорить. Существуют ли какие-то дополнительные профилактические меры на сегодняшний день от коронавируса, от омикрона, может, которые зрители еще не знают? Ну смотрите, нет, лучше все-таки держаться в классических профилактических мерах. Стандартно. Причем мы их даже не во время пандемии выявили, и они не являются специфическими для коронавируса. Все профилактические меры, а именно гигиена рук, масочный режим, дистанция от больного человека и вообще дистанция между людьми и вакцинация, это методы профилактики против острых респираторных вирусных инфекций, которые мы получили от гриппа, от риновируса, от множества других ОРВИ, которые были до этого. Пока еще никаких других методов нету, а когда происходят либо эпидемии локальные, либо пандемии, то к этому добавляются еще и карантинные меры, которых избежать не получается. Почему? Да, омикрон может быть, все знаем эту статистику, омикрон может быть и мягче Дельта, а вообще коронавирус, например, он мягче гриппа. Но смотрите, грипп у нас за год уносил 650-700 тысяч жизней, а за два года пандемии от коронавируса, который вроде бы для конкретного пациента и мягче, мы потеряли больше 5 миллионов человек уже по всему миру. Почему это происходит? Потому что болеет больше народу. Поэтому вот если спросить, что страшнее, какая-то ОРВИ или чума, ну, естественно, получается, что ОРВИ, если чумой заражается где-то в Монголии, в Китае, один-два человека, там и смертность высокая, 80-90%, тут мы имеем смертность меньше 1%, но так как болеют миллионы и миллионы, мы больше людей теряем. Поэтому не нужно искать никаких, на самом деле, новых методов профилактики, нужно просто строго соблюдать те, которые есть у нас. Более того, они показали на свою эффективность. Мы видим, что когда мы применяли все эти меры профилактики против коронавируса, у нас из практики грипп исчез. Понятно. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Спасибо, что уделили нам сегодня время и ответили на вопросы. Спасибо большое. Удачи вам. Я напомню, что тему пандемии мы обсудили с врачом-терапевтом Зауром Оружевым.